Дорогие друзья, с вами базилика группы, я Александр. В преддверии обзора данной красивой квартиры хочу вам показать прихожку. Она из реек и часто сейчас популярно спрашивает ее, поэтому присаживаемся поудобнее и погнали. Итак, прихожка состоит из нескольких элементов. Она составная, соответственно, основной элемент это орейки 1, потом идет у нас зеркало, подсветку мы здесь реализовали таким образом. У нас лента наклеена на основание и здесь у нас пескоструйное зеркало, то есть у нас нету здесь профиля. А сверху реализован у нас алюминиевый профиль для ленты, соответственно, мы подбирали вот эту фрезеровку на толщину профиля. Далее, отдельный элемент идет тумба. Зеркало у нас сдвоенное, то есть тумба закреплена не на зеркало, она закреплена на стену и сделана два участка зеркала. Отдельный элемент у нас вот такой пенал с шуфлятками и элемент пуфика. Материал данного изделия это НДФ в шпоне. В шпоне это смотрится очень шикарно, то есть у нас цельный лист, грубо говоря, дерево, видимо, видим, то есть нету никаких реечек. Также рейки у нас цельные, никаких клееных мест нету. Очень интересная фактура, как здесь, так и с торца. Благодаря этому мы можем цельно набрать, какую нужную нам толщину, как в данном случае, и выглядит это офигенно. Нет у нас спилов, ни торцов, то есть у нас везде идет красивая фактура. Размеры веек у нас 35 идет ширина, 28 глубина и 28 миллиметров с расстоянием между рейками. Расстояние между рейками обусловлено тем, что симпатичнее смотрится, когда вот эта толщина 2 третьих толщины рейки. И плюс, когда у нас здесь подсветка, мы отталкиваемся от ширины самого профиля. Здесь он алюминиевый профиль, он заданной толщиной, соответственно, мы пляшем от него. Следующий момент. Основание за рейками. Лучше, чтобы оно было темнее, либо в тон рейок, так как если он будет светлее, допустим, белая стена будет рейки, будет контрастировать белые полосы. Это не очень красиво смотрится, поэтому обращайте на это внимание, когда проектируете эту часть. Задний фон можно открасить, либо сделать в таком же шпоне на щите. Зеркало. В этом камень преткновения очень важно. То есть, если реализовывать именно так, как здесь у нас, рейки заведены под зеркало, зеркало уже приходит к рейкам. Такое решение приняли, так как если мы сделаем зеркало, примкнем рейки, во-первых, зеркало будет плохо заменить и, в принципе, его засуну туда, так как здесь у нас подсветка, она должна быть демонтируемая, и будет просвечиваться торец самой рейки, поэтому мы реализуем именно так. Далее. То есть, у нас здесь есть профиль 28 миллиметров, и нам нужно попасть вот этой штучкой ровно в профиль, чтобы у нас подсветка была целостна. Мы сделали ошибку, что мы смонтировали рейки, смонтировали всю подсветку, потом заказывали зеркалами, но оказалось, что изготовить именно миллиметр-миллиметр очень тяжело. То есть, мы изготовили его с третьей попытки. Поэтому у нас вот стоит первая попытка, было учтение типа зазоры, чтобы деформационные, но получилось лажа. Поэтому реально, то есть, правильно сделать, заказать зеркало, смонтировать вот эти части, смонтировать, ну, то есть, зеркало, относительно зеркала изготовить эту тумбу, смонтировать зеркало и уже прижать это все рейки. Это будет правильное решение, тогда можно будет четко попасть в это примекание, и будет красиво. Мы-то пытались третьей попытки, и все-таки попали. Зеркало здесь у нас четкое примыкание, и здесь все у нас плотненько. Поэтому учитывайте этот момент. Здесь идея была такова, то есть, вот у нас полоска идет неполная, здесь по наличнику сделали, и такой же высоты здесь. Здесь у нас на всю длину подсветка, и на всю высоту там. Здесь такой нюанс, как бы розетка была изначально сделана, спроектирована, потом изготавливали тумбу, и пришлось вот подравниться под розетку. Изначально они сделали вот так вот, на сантиметр она выступала, но мы дистанцировали и вывели вровень с розеткой, чтобы хотя бы симпатично смотрелось это. Поэтому какие-то розетки, то есть, надо тоже учитывать до того, как проектировать данную часть. Итак, этапность монтажа. Изготовленная тумба нижняя монтируется сразу в угол. Обязательно должен быть 90 градусов угол на стенах, и стена идеальная, вертикальная. И также горизонтальный потолок. Если будут какие-то не соблюдены, будут уже проблемы с зазорами и монтажом. Далее, монтируется вот эта часть на стену монолитную. Изготавливаются зеркала. Здесь два отдельных куска. Изготавливаются зеркала изготовить лучше, чуть-чуть на миллиметрик больше, чем данная тумба. Зеркало у нас есть, и от потолку дистанцируем на толщину рейки, потому что зеркало у нас к рейкам примыкает. Далее, монтируем рейки с учетом профилей и зазоров именно на самом зеркале фрезеровки. Фрезеровка у нас ровно 28 метров, так же, как и на самом профиле. Монтируются потолочные рейки. Монтируем зеркало. Продолжаем также потолочные рейки монтируть. Это даст нам возможность где-то минимальный зазор сделать за теми рейками. И потом уже оставшиеся плотненько подрезаем вот эти вертикальные части к потолочнему и к тумбе. И получаем такой результат. Потолочек также у нас сделан в цвет стен. Тоже не делаем белый, так как будет вот так, как здесь. У нас выделятся сами полосы белые и будет не очень симпатично это смотреться. Шуфлядки на тимпонах. Шуфлядки выдвижные, нажимные. Нажали, открыли. Также здесь чик-чик. Единственный минус данной позиции, что мы не видим своих ног. То есть как бы в данном случае нам не дает это. То есть зеркало не ростовое получается. Глубина шкафчика вот этого верхнего от речки у нас 35 сантиметров. Нижнего 37 с половиной. Высота 28. Глубина обусловлена такой, потому что вот эти механизмы направляющие, они до 35 сантиметров минимум. Соответственно меньше ее в принципе с таким вот механизмом нельзя будет сделать. Ширина данной тумбочки у нас 78 с половиной сантиметров. Также и зеркало. Длина всей этой части 157 сантиметров. То есть проблема с размерами. То есть я думаю, что здесь разделено у нас на половину. То есть половина займа зеркала, половина рейки. Соответственно вы уже под свое помещение можете подстраивать эту ширину и делить уже как вам удобно. То есть набираем рейками, либо набираем зеркалом ширину. За счет того, что в данной части у нас здесь шкаф, сделан также со вставочками деревянными. Здесь у нас верхняя одежда. Здесь у нас присесть, зеркало, какие-то вещи, ботинки скинуть, ключи и декоративную часть. Можно в перспективе сделать вешалку, но я бы этого не делал. Обзор на санузлы уже на канале, поэтому переходим по ссылочке в описании, либо в подсказках и смотрите. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайк, делимся этим видео. Я думаю многим это будет полезно. И пока.